Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как быть, если с женой брата не додолить отношения? Брат старше ее, она моя одногодка. Сначала я отнеслась к ней хорошо, но она сразу стала смотреть в спецакал, так как у нее должность в одном из филиалов крупной компании. Брат тоже занимал определенную должность, но в другой области. Я простой человек, работала продавцом. Звезд с неба не хватало, а она делит людей по должностям. Есть выгодные люди для нее, есть не очень. И вот со временем она постоянно высказывает свое мнение, подчеркивает мою несостоятельность. То есть она человек такой, что ради того, чтобы производить на людей впечатление, она готова бежать по головам и добиваться жизни всего. Так получилось, что в личной жизни у меня не сложилось, и с работы тоже. Я довольствуюсь малым, но она постоянно пилит моего брата, что я не такая и не так живу. К слову, в последние годы мы с ней вообще не общаемся, потому как она хотела, чтобы я ходила к ней в гости и заискивала перед ней и нянчила их детей. Но мне не хочется этого делать. А брат приходит постоянно в недоумении, почему его сестра не хочет общаться с его женой. Ведь жена такая успешная женщина. Я ему объяснил, что я не хочу общаться с женщиной, у которой на первом месте стоят деньги и знакомство для выгоды. Мне это не интересно. Он не понимает их и постоянно устраивает мне разборки. С годами стали уже чужими с братом, только мама связывает нас. Как перестать реагировать, что я не такая, как хотят видеть меня другие люди? Я думаю, что ключевой момент здесь заключается в том, на мой взгляд, по крайней мере, ключевой момент заключается в том, что, говоря о том, что вы довольствуете сманом, вот, а вы не совсем честны. То есть, есть такое ощущение, что, ну, как вам сказать, что вы выбрали довольствоваться малым именно в силу вынужденности, а не в силу своего выбора. И, говоря о том, что у вас не сложилось с работой, в личной жизни, ведь у всех может не сложиться, что, ну, что-то, да? То или иное может не сложиться. Это жизнь. Это бывает. Это нормальность. Что-то может не сложиться. Но вы в какой-то момент решили, вроде как, с одной стороны, это принять. Вот. Вроде как. С другой стороны, вы это не принимаете. То есть, вы себя, как бы, ну, начали ломать, наверное. Вот. И, соответственно, то, что вы делаете, это как бы насильно. Вот. То, что вы делаете, это через силу, скажем так. Свидетельствует о наличии конфликт. Вот. То есть, я вынужден это делаю. И я, как бы, себя заставляю это делать. Вот. То есть, мне этого делать не хочется. Я, как-то, вот, с этим не согласна, получается. Я этого не принимаю, получается. Вот. Но я это делаю. То есть, идея здесь, идея здесь такая. Что это не ваш выбор. Идея здесь такая, что это не ваше решение. А, как бы, ну, в большей степени, решение вынуждено. То есть, вы сдались. И я не говорю, что сдаться, это что-то плохое. Вы имеете право сдаться на самом деле. Вы имеете право сдаться. В этом нет ничего аномального. В этом нет ничего преступного. В этом нет ничего плохого. Вот. Но. Сдаться можно, ну, по-разному. По-разному. Вот. Вот. Можно это сделать, как бы, ну, посредством своего выбора. То есть, когда человек, ну, вот, как-то он принимает решение, вот, ну, сдаться, принимает решение, ну, чего-то не делать, да. Принимает решение, там, допустим, как-то не поступать. Принимает решение, значит, как-то себя не проявлять. Это его решение. Он сам его принимает. Это нормально. А бывают, бывают, бывают такие ситуации, когда человек это делает, как бы, ну, потому что ему кажется, что нет другого выбора. Нельзя. Ну, то есть, как бы, за него решают другие. И вот в этом контексте, когда есть такое ощущение, что за меня решают другие, появляется, пожалуй, что неудовлетворенность, появляется какая-то обида, появляется, ну, фрустрация, грубо говоря. Вот. Вот. И, соответственно, любой человек, который вам, ну, продемонстрирует вот это, напомнит вам это. То есть, вам напомню, попробуем, что, вот, вынужденно вы что-то сделали, вынужденно вы, ну, что-то решили, вынужденно вы к чему-то пришли, да, вынужденно. Это решение было не ваше. Вот. Вот. Любой человек, который так сделает, он будет вызывать у вас, эээ, примерно такие чувства. Вот. Ну, просто, просто потому что. Это напоминает вам, как бы, о насилии. То есть, вы воспринимаете это как, как насилие. Вы воспринимаете это как, ну, ну, знаете, как проявление власти над вами со стороны кого-то. Вот. Ну, со стороны людей, например, да, с которыми у вас не сложились личные или профессиональные отношения. Вот. То есть, по сути, по сути, можно, можно здесь говорить, как мне кажется, о том, эээ, что вы не видите свой выбор, вы не замечаете его, и говоря о том, что вы довольствуете с малым. Вот. Вы не совсем честны. Поэтому вам нужно или принять свой выбор, принять, что я вот на, ну, на том месте нахожусь, где я хочу, да? Именно, именно хочу, где я хочу. Либо признать, что все-таки вы хотите чего-то большего. Вот. И если вы хотите чего-то большего, то все-таки для этого что-то делаем. Вот. Ну, прикол, как бы, в том, что вы поставили на себе крест в какой-то степени. Вот. И этот крест, он, ну, как бы, воспринимается именно как крест. А не как выбор. Ну, ваш. Вот. Понимаете, да? И вот это, пожалуй, самое здесь, ну, как бы, грустное. Вот. В этой ситуации. Нет свободный выбор. Вот. То есть, в какой-то степени вы просто решили, чтобы все, вот, как бы у меня не получилось, да? Я, типа, неудачница, да? То есть, ну, например, вот, я, допустим, что-то делаю, да, вот, чем-то занимаюсь, у меня не получалось. Вот. Раз не получилось, два не получилось, три не получилось, четыре не получилось. Вот. И... Я говорю, всё, а я не буду больше ничего делать. Это решение может быть моим, и тогда я перенаправляю свою энергию на что-то другое. И это, может быть, решение не моим. То есть, я могу сказать, что нет, это они меня, вот, они меня заставили. Они меня заставили, и поэтому я не буду больше пытаться. В таком случае энергия никуда не перенаправляется. Вот. И, соответственно, остается неудовлетворенность. И когда вам кто-то вот на это, ну, указывает, да, когда вам кто-то это показывает, становится неприятно. И это нормально. И это нормально. Вам больно, когда сестра, ну, сестра, жена вашего брата так говорит. Вам больно. Вам просто задевает. Вот. А задевает такая вот мнимая, я бы сказал, успешность, ну, человека. Вот. А почему мнимая? Почему я называю эту успешность мнимой? Потому что успешность, это ощущение, ну, такое, субъективное. Вот. Это именно субъективное чувство. И оно зависит исключительно от того, как я себя воспринимаю. Понимаете? Понимаете? Вот. Поэтому я бы сказал, что то, как ведет себя жена вашего брата, да, в меньшей степени, ну, как бы, похоже на то, что она, грубо говоря, успешна. Вот. Но и вы тоже, вы тоже не позиционируете себя как успешную, к сожалению. Вот. А почему? Потому что у вас ее поведение задевало. Вот и все. Поэтому боль, которую, ну, которую вы испытываете, когда человек вот так, значит, ну, так себя ведет, да? боль нужно вам прожить, проживать ее. Вот. Конечно. Конечно. Повышать, ну, повышать, в этом смысле, свою самооценку. Вот. Вот. И смотреть возможное применение, да, вашей энергии. Вот. то есть, чтобы себя реализовывать. По большому счету. Ну, по большому счету. По большому счету. И само собой, что вы так чувствуете, это нормально. Вот. Поэтому там, где вы вот на себя условно забиваете, да, там, где вы, ну, к себе относитесь негативно, да, там, где вы себя, вот, ну, как-то обесцениваете, вот, там, где это происходит. И туда, туда попадает, ну, такая, скажем, позиция, да, туда попадает человек, вот, в данном случае жена вашего брата, вот. Ну и все, вам больно, вам больно становится. Вам становится неприятно, неприятно. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.